спасибо за посмотрим а если есть три и третий путь не тут не интеллектуал не стратег это кто интересная точка зрения я с вами не согласен всех приветствую сегодня у нас дебаты на сложную неоднозначную тему споры по которой ведутся марсийском сообществе не только в приморье но и во всей россии эти дебаты итог достаточно долгих споров между этим кружком и кружком на гайдамаки которые велись в онлайне и в оффлайне и тема звучит так роль троцкого марксистском движении разные точки зрения на эту тему представляет профессора ямбулаев владимир николаевич доктор экономических наук член партии кпрф и будко борис викторович молодой марксист член партии марксистская тдц и у нас первая часть дебата вступительное слово начинает борис три минуты чтоб описать свою позицию так ну во первых здравствуйте товарищи меня как уже представили зовут борис будко я член марксистской тенденции очень приятно видеть здесь сегодня как старых своих знакомых так и много новых лиц ну и вообще сегодня в левом движении марксистском движении появляется много новичков и не написал об этом пожалуй только ленивый ну и причины этого очевидны это в первую очередь антисоциальная политика нынешних российских властей и люди естественно начинают обращать внимание на советское прошлое и как следствие увлекаться также марксизмом но подобное положение вещей чревато определенной опасностью а именно некритическим восприятием специфической советской интерпретации марксистской теории ну со всеми ее очевидными минусами одним из которых безусловно является конспирологическая демонизация фигуры льва троцкого и не исключено что даже сегодня мы с вами услышим некоторые мифы об этой выдающейся личности ну эти мифы уже много лет много поколений и транслируются со стороны либеральных сталинистских фашистских и всяких других кругов причем как провластных так и реакционных но для нас сталин и троцкий это не просто две каких-то исторических личностей да это две программы устройства постреволюционного общества и коль скоро мы марксисты ставим своей целью преобразование общества на социалистических началах эти программы должны представлять для нас большой интерес и соответственно мы должны беспристрастно стараться оценить их плюсы и минусы не апеллируя там к личностям создавшим эти две программы скажем так ну вообще изначально как многие знают этот спор начался с нападок местного отделения рабочей партии россии сначала на личность льва давидовича потом собственно на нашу партию и к сожалению члены этой организации отказали сегодня быть нашими оппонентами вот ну они предложили нам тему ленин и троцкий но как я уже сказал эта тема все-таки больше сводится к личностям а нам важна именно теоретическая составляющая и ее полезность для нашего движения но с другой стороны то что моим оппонентом сегодня выступит владимир николаевич это имеет определенные плюсы потому что ну я надеюсь что вы воздержитесь от нецензурных выражений которые очень обильно присутствовали в статьях рабочей партии россии и останетесь в рамках приличия ну и надеюсь что мы сегодня станем хорошими собеседниками друг для друга все спасибо если есть вопросы или что-то добавить реплика пока ничего вступительное слово вполне устраивает для меня то что он сказал и поэтому конечно приятно очень если тот будет сказать как было сказано бы останется мне хотелось бы не оппонентами а именно сотрудниками потому что я чувствую что мы как раз стоим на позициях в одном направлении по отношению к русскому насколько я не знаю с вашей стороны это будет видно но тут я вижу что мы должны быть именно союзниками соратниками а не оппонентами но тем не менее раз мы будем выступать в роли оппонентов я тоже так считаю что и не личности затрагивать но так или иначе мы не можем уйти от личностей но с другой стороны надо сказать о том что и важно вообще понять откуда появился троцкизм и почему он появился тогда когда он появился и что же он преследовал вот здесь если мы разберемся теоретическом плане в этом направлении то как обычно говорят мы поставим все точки над и мы будем теперь понимать что такое троцкизм и как возле какое значение она имеет на современном этапе естественно еще самое главное конечно чтобы понять что такое троцкизм то тут надо понять на какой базе вообще-то троцкизм создается именно кто как правило создает вот это или участвует движение троцкизм если мы это разберемся поймем то тогда да а понять это мы можем только тогда если действительно мы рассмотрим в некотором плане исторический процесс раз появление развития и его окончательная что ли возможность исчезновения если это будет только возможно вот с этих позиций да мы и качестве как было сказано оппонентов но еще раз я повторяюсь я чувствую что мы ближе будем все таки союзниками они оппонентами то есть мы как раз не можем быть противостояние друг другу и поэтому вульгарных слов естественно я не буду здесь вам произносить которые так много или нет а действительно по всей видимости придется только как бы подправлять поддерживать и указывать именно те стороны троцкизма которые полезны которые не полезны для современного рабочего движения так что я думаю с этих позиций мы можем и начинать этот наш диспорт спасибо за внимание борис у тебя вопрос реплика ну по вступительному слову как бы ничего сказать не могу но я тоже надеюсь что мы окажемся людей на ближе чем может быть твое слово так ну получается по первому раунду мне пять минут до дается я думаю никто здесь не будет отрицать что лев троцкий оказал очень серьезное влияние на российскую ну и в принципе на мировую историю ну посудите сами да во время первой русской революции 1905 1907 года троцкий возглавлял петербургский совет рабочих депутатов ну и тем самым он оказал значительное влияние на тот процесс на те события которые в очень значительном степени повлияли на становление классового сознания российского пролетариата и послужили одну из генеральных репетиций собственно октябрьской революции но также кстати говорят ротский возглавлял петросовет во время октябрьской революции но обо всем по порядку вообще существует такой распространенный миф ну который естественно имеет и некоторую долю правды о том что троцкий был меньшевиком но действительно во время раскола 1903 года раскола в рсд рп когда разошлись большевики с меньшевиками троцкий примкнул собственно к последним но как свидетельствует меньшевик собственно рязанов во время этого съезда троцкий так активно защищал позицию ленина по основным вопросам что ну собственно рязанов называют ленинской дубинкой вот но собственно троцкий стал на позиции меньшевиков тем не менее в связи с тем что он был не согласен с редакцией газеты искр предложенной ленина но очень скоро он отошел от меньшевиков и создал организацию межрайонцев которые выступали за объединение партии но впоследствии троцкий примкнул большевикам и собственно говоря ленин даже говорил о том что с тех пор как троцкий осознал что компромисса с меньшевиками быть не может не было лучшего большевика и в ходе 1917 года когда ленин приехал в россию выпустил знаменитые апрельские тезисы троцкий был первым кто их поддержал и апрельские тезисы по большому счету эта работа которая резко шла в разрез с позицией всей остальной тогдашней большевистской верхушки которая считала что в россии еще слишком много феодальных пережитков и нет экономического базиса и предпосылок к социальной революции ну социалистического толка и соответственно троцкий и ленин были первыми кто заговорил о необходимости свержения временного правительства среди большевиков и впоследствии им удалось убедить всех большевиков в этом и как мы знаем в итоге октябрьская революция произошла и действительно в ходе октябрьской революции ликвидировались многие феодальные пережитки ну например произошла отмена сословий и вот то что произошло троцкий называет перманентной революции и именно эту теорию впоследствии отвергал сталин со своими последователями то есть в 1927 году например в китае китае это было тоже отстала аграрная страна там именно вот исходя из той же позиции что было большевистской верхушки до апрельских тезисов сталин и коминтерн получается которым стали управлял фактически навязывали китайской компартии тактику слияния с гоменданом то есть буржуазно-демократическими силами и в итоге как мы знаем это закончилось шанхайской резнюю 1927 года когда было уничтожено 5000 коммунистов но в итоге то есть произошло именно то что предрекал троцкий и от чего предостерегал это было еще до высылки троцкого но как мы знаем после смерти ленина в 1924 году в партии большевиков началась идейная борьба в ходе которой троцкий выступал за индустриализацию и коллективизацию ну как мы знаем это именно то что потом впоследствии делалось сталина но уже после высылки троцкого а тогда сталин выступал против этого в союзе с бухариным ну а после высылки троцкого сталин взял эти лозунги на вооружение и воплощал их жизнь собственно тут можно сказать что тогда просто время еще не подошло к этому чтобы проводить там индустриализацию и коллективизацию но на деле мы знаем что индустриализация началась в 1929 году это год высылки троцкого собственно значит далее так вот замечание вы как лучше такой что когда вы берите что он говорит запоминайте а потом в выступлениях будете говоришь он бы такого не надо перебивать так вот другой важной страницей в истории россии и собственно говоря в жизни троцкого является гражданская война мы тут его роль вообще невозможно переоценить поскольку он был не только руководителем красной армии но и ее фактическим создателем вот значит но после высылки из советского союза троцкий также продолжил идейную и практическую борьбу и он был первым кто проанализировал классовую природу ссср и предрек его распад и собственно очень подробно описал сценарий по которому это будет происходить этого мы коснемся в следующем моем выступлении раунде кроме того троцкий организовал четвертый интернационал как некой некую альтернативу третьему интернационалу который проводил провальную политику народных фронтов ну и в конце концов 3 интернационал как мы знаем был вообще распущен значит но тем не менее к сожалению троцкий был убит в сороком году и еще много не успел сделать и не смог написать тем не менее как мы видим роль троцкого в истории россии было в целом положительный и теоретический вклад троцкого ну как мы увидим уже далее просто необходим для верного понимания процессов которые протекали в советском обществе и для того чтобы не допустить таких процессов о будущем после революционном обществе спасибо это был доклад о исторической роли троцкого авторис от вас вопрос вообще пока нет вообще но все право и что конце будет нет это потом же говорят но потом короче здесь уже немножко у меня есть некоторые соображения которые действительно после этого высказывания меня скатывает не то что мы как бы союзники или там это будет а действительно понятны то есть вот здесь уже более острая у нас будет дискуссия и это покажет наши вот посмотрим как это дальше будет вот поэтому вот вроде я то что могу сказать в виде реплики да важно тогда вот мое в общем я хочу сказать мы знаем что троцкизм он появился как вы знаете примерно чуть больше ста лет назад вот причина его как она могла почему она появилась ну хотелось бы начать с того что рабочее движение во всем носу первую очередь в европе очень сильно было восемнадцатом веке это 1840 годах вот этих всех и так далее и тому подобное видели что рабочее движение было как она стихийное в основном не было руководить руководящей партии которая могла бы направить вот это возмущение рабочих рабочего класса в европах там начали именно разрабатывать разрабатывать разрабатываться теории социалистической революции так сказать где геремоном должен быть рабочий класс мы это об этом хорошо знаем что много об этом теории и разработок создали маркс и энгельс хотим мы это или не хотим признать у них по всем и по всем работам указано красной нитью что рабочий класс может как говорится улучшить свою жизнь только через социалистическую революцию хотите вы этого не хотите никакого другого пути для этого не существует революция это на первом месте для рабочего класса вот в этом случае и гегемоном рабочего класса должна быть партия которая действительно будет отражать интересы рабочего класса вот здесь после того когда вот революционный процесс вот это его на кау в европе спал уже после 80 90 годах на 1800 то спал и начали люди ну я особенно теоретики рабочего движения рассматривать вопрос о том что как же все таки совершить социалистическую революцию но все говорили что нет революционного настроя в массах в рабочем классе можно через парламент и тогда вот вся европа имела социал-демократические рабочие партии свои какие-то но и все эти теории которые разрабатывали в основном учителя их были это являлись бердштейн и каутский они говорили что да социализм можно построить и через парламент вот если мы туда наберем большинство своих представителей туда мы можем принять законы которые будут в интересах людей труда вот когда действительно в то время было парламентский капитализм еще так сказать на своей стадии начальной то да там этот капитализм он показывал о том что можно через парламент а уже в империализм когда действительно главную роль играет именно президент то парламент тут уже становится фишкой для них уже этого нет и вот когда в россии появились уже вот действительно рабочие движения и нужна была партия который будет руководить этим движением вопрос стал о том по какому пути построить все-таки свою партию по партии парламентского типа или же парке революционного типа и вот здесь ленин сказал что несмотря на все как говорится опыты которые в европе показывать что нужно строить парламентской партии он сказал а мы пойдем другим путем мы пойдем так как сказал маркс будем строить революционную партию и вот первые как говорится попытки которые создать революционную партию ну 1898 это первый съезд был он не удался и потом 1903 году он действительно удался и партию создали там разделилась партия которая создавалась на меньшевиков и большевиков и вот здесь хотим мы или не хотим противовес большевикам должен был появиться или появится движение которое направлено бы было бы против большевизма и это вылилось троцкизм и троцкизм вот как раз вот он действительно как говорят о том что он был составом свою группу межрайонцы которые были и большевики он попал не то если бы их по члена принимали бы может быть троцкий тогда и не попал бы большевики и их просто партиями группами вот межрайонцы были давайте мы это же принимаем большевики и так этот попал именно в большевики троцки и вот вся эта деятельность была направлена как раз на то чтобы это было бы противовес большевизму вот троцкизм он как раз разделяется на два этапа есть старый троцкизм и это до революции семнадцатого года и есть новый троцкизм который после революции так вот старый троцкизм он как раз и стоял на тех позициях что вот действительно экономика еще россии слабая она является аграрной 8 в основном страна а мы должны это чтобы была экономика развитая и вот здесь вот он говорит что пока как раз вот революции то и не надо еще надо подождать на что ленин он сказал а разве нельзя так ну начали как обычно говорят экономика должна быть соответствовать ситуации чтобы взять власть руки а ленин потом говорит а нельзя ли так начали взять власть а потом экономику подгонять уже при этой власти к той ситуации чтобы было бы как говорится этапы социалистического строительства вот эти споры между сталином и троцким были продолжались это мы знаем вот потом такие вопросы когда 1903 1905 году мы вот рабочий класс пошел как говорится на штурм этого царизма но вот теория троцкого как раз она говорила о том что это должно быть только правительство рабочего класса у него вроде не должно быть союзников и он оттолкнул крестьянство то есть крестьяне остались не просто за бортом вот этих революционных движений и поэтому 2000 1903 1905 года революция первая российская революция потерпела поражение после этого естественно начали вот говорить как же быть ну и строили ругались так сказать и диспуты были между группой троцкого и группой ли ленина и такое продолжалось до революции вот здесь еще надо вот так понимать вот капитализм был основной классический так сказать который уже разрабатывал марс и энгельс теорию вот это развитие капитализма там он говорил что социалистическая революция должна произойти в нескольких странах одновременно особенно в сильно развитых странах вот а ленин в работах своих потом показал что в условиях империализма революция социалистическая возможно и в отдельно взятой стране вот троцкий он стал на позицию марса он как говорится устарел он прошлое говорит нужно чтобы вот революция произошла бы все страны и и вот это когда говорят что революция мы должны ее развить революции в россии если произойдет на все другие страны которых должна быть социалистическая то есть должна быть мировая революция вот ленин начали спорил с ними говорит так нельзя массы не готовы других странах чтобы туда экспортировать и социалистическую революцию это нужно чтобы условия подошли к этому и вот его вот эта теория перманентная революция это и есть как говорится перенос революции во все другие страны чтобы не в одной а в несколько странах сразу строить социализм и вот эту а когда ленин теоретически доказал что можно и в одной стране то вот здесь вот и появились так течение уже троцкий это во всех чтоб революция была мировая ленин а после ленина и сталин который стал на их позиции что можно и нужно строить в одной отдельной взятой стране вот после революции когда все-таки свершилось и победили в семнадцатом году вот здесь позиции стали совсем другие уже то есть он уже как бы ушел от перманентной революции троцкий но не совсем но ушел уже потому что это стало не актуально революция свершилась россии теперь он начинает говорить что нельзя построить социализм россии лишь только потому что у нас слишком аграрная страна там 80 процентов было крестьян ну нельзя построить давайте подождем как это нельзя построить социализм и в этой стране в общем они стояли на своих все-таки позициях и двадцать седьмом году на 7 ноября троцкий даже хотел сделать государственный переворот в россии но это не удалось там пришло где-то очень мало людей пришло короче это не удалось и вот это появилось основанием чтобы действительно его быстро не то что расстрелять как обычно вы знаете сталин-то расстрелил но трубочки он действительно просто его выслали выслали и он когда нашел себе место именно соединенных штатов то когда начиналась именно вот эта мировая война тридцать девятом году со стороны германии он стоял на позиции германии он их поддерживал и очень мечтал чтобы действительно вот германия могла бы помочь там прямо так не говорил но все-таки надо понимать помог бы троцкому чтобы они скинули стали и тогда вот он будет там это правильно но как сказали сороковом году его убили сорок третьем году третий интернационал был закрыт потому что все уже увидели о том что вообще-то 3 интернационал это стал как бы как бы это выразиться как ну короче которые собирали информацию для других государств в интересах вот своих идей и своих направлений то есть это стала организация вроде разведчиков что ли вот как-то выразить не коммунистический вот интернационал они не то что строить социализм или позиции а именно для того что показать о том что сама вот нужно выявить те стороны которые можно применить в капитализме и с использованием военной силы или там другие можно было бы скинуть правительство того государства или иного то есть они искали слабые места правительства чтобы ну грубо говоря силком силком с вне как труцкий вообще-то говорил об этом дело перманентно революции извне поэтому здесь вот получается о том что вот сам труцкий как таковой он не являлся ну как бы на позициях социализма вот того который бы был бы интересы именно рабочего класса он стоял на позициях того чтобы он был там руководителем чтобы действительно мог жить как живут сегодня многие наши предприниматели находящиеся в руководстве и быть богатым отдает такое выражение извините что отдать мог бы спокойно и крестьян и рабочих и на этих позициях он стоял но он был действительно умный он был талантливый он даже сам ленин говорил что его переспорить троцкого он не мог и обычно знаете вы выражение такое болтает троцкий тут на некоторые когда мы ругаем ну правда матом обычно мы говорим но на самом деле понимаете здесь сам троцкий когда он знал о том что там нужно будет применить силу военными силу то вот когда он находился именно в министрами министром там какие-то был народный комиссар там тогда в то время было вот он всех своих людей как раз ставил и на военные посты и мвд и там другие вот эти организации силовые структуры лишь только он потому что знал что ему придется опираться на эти силы в то время как сталин вообще он опирался на рабочий класс на трудящих и вот это вот борьба у них длилась до тех пор пока вот не пришли к тому к чему мы пришли вот в принципе позиция моя по отношению ну как говорится теперь вопросы от бориса у меня тут вопросов и комментариев будет очень много я боюсь что что-то даже мог упустить сейчас потому что ну вот как я говорил да что некоторые мифы мы можем услышать до сегодня и мы их таки услышали то есть первое о чем я хочу сказать это по поводу отношения троцкого крестьянству ну такие претензии я предвидел поэтому вот у меня есть цитата из троцкого внимание полная победа демократической революции в россии мыслимо не иначе как форме диктатуры пролетариата опирающегося на крестьянство диктатура пролетариата которая неминуемо поставит в порядок дня не только демократические но и социалистические задачи даст в то же время могущественный толчок международной социалистической революции вот это к вопросу об отношении троцкого к крестьянству. Значит, я думаю, с этим разобрались. Значит, далее вы допускаете очень грубую ошибку, путая перманентную революцию и мировую. То есть, это разные вещи. Перманентная революция, это, как я уже говорил в своем выступлении, это идея о том, что в отсталой стране пролетариат может прийти к власти до завершения всех буржуазно-демократических преобразований. И в таком случае пролетариат должен, придя к власти, эти преобразования в том числе совершать. И как мы видим, эта теория исторически подтвердилась в ходе Октябрьской революции. И она еще раз подтвердилась в ходе Китайской революции, когда сталинский коминтерн отрицал ее, и вот к чему это привело, я говорил. То есть, к печальным последствиям. Далее, далее. Так, следующий момент. Я, может быть, буду немного в разнобой говорить по вашему. Может, что-то подсказанного вам? Реплика, может, какая-нибудь согласна с тем, что-то? Ну, он должен высказаться, а потом я... Ну, у меня много, по-вашему, будет... Ну, тогда получается, что потихоньку, да? Как потихоньку? Ну, вот вопрос-то, одну реплику объяснил, я больше тебе что-то продемонстрирую. Ну, это вот Роман Анас-Орбитр. Я не знаю, если у вас есть что-то сказать, потому что сейчас уже другая тема будет. Ну, понятно. В общем, писатель, конечно, написал, но обычно, как говорят, ты не слушаешь, что я говорю, а ты гляди, что я делаю. Вот. Поэтому, действительно, болтал как Троцкий, это у нас такое и высказывание. Поэтому по поводу крестьянства это да. Но вот когда он говорил о том, что, вот здесь тоже раз такое, что в начале века еще, вот когда ты, революция, 1903-1905 года, когда он сказал о том, что, вот ты говоришь, там беспрестьянство, а здесь как раз он крестьянство и откинул. Он сказал, что рабочие должны быть. На рабочий класс мы только должны, как говорится, опираться. Так вот, и революция-то и пропала без союзника. После этого, вот 1905 года, вопреки Троцкого, мы искали союзника. Кто же может быть союзником рабочего класса? И нашли, что крестьянство должно быть. И при том, что не все крестьянство, а именно трудящиеся крестьяны, а не там кулак или тому подобное. Поэтому, когда Ленин разбивал дальше, вопреки теории Троцкого, то в 1917 году и действительно осуществилась революция. А то, что вот в Китае, там и в других странах, которые показывают, там вот и говорят, показывает история, что если нет союзника у рабочего класса, то революция может захлебнуться. Это точно. Вот именно история 1905 года и показала это. Хотя Троцкий как раз именно этого и настаивал. Далее, вот по поводу того, что, мол, он за крестьян. Ну как говорил, болтал Троцкий, болтал. Ну вот он, в 20 веке, у него лозунг был такой. Без царя, а правительство рабочих. А не рабочих и крестьян. То есть крестьян он опять их откинул. Вот здесь вот и получается о том, что опять вот, как бы, я стою на своих позициях. Что Троцкий откидывал крестьян, он и не рассматривал сил. Ну, во-первых, Владимир Николаевич, вы же понимаете, что фигура Льва Троцкого, она действительно в СССР подвергалась некоторой такой мифологизации, что ли. И поэтому, если вот приводите какие-то слова Троцкого и так далее, хорошо бы как-то на какие-то конкретные работы, например, ссылаться и так далее. Потому что, ну, приписывали Троцкому действительно многое. Ну, вот, например, что касается того, что вы говорили также про поддержку Германии, ну, это просто очень такой странный, безумный миф, потому что Троцкий, собственно говоря, да, он, ну, его убили до начала Великой Отечественной войны, в 1940 году, Троцкий, он предрекал эту войну в своих работах о национал-социализме, по-моему, так называется, и других, и он призывал поддерживать СССР. То есть, это известный исторический факт, это можно обратиться к его работам. Да, он считал Советский Союз деформированным рабочим государством, но более прогрессивным, чем, естественно, гитлеровская Германия. О, значит, далее. Сказать могу? Да-да-да, субботу. Вот здесь тогда, в это, то, что он предрекал, еще, то, что Германия будет. Сталин, он тоже предрекал, и это он сказал в 1934 году. Он на плену прямо и сказал, если мы это расстояние, которое буржуазия прошла за 50-100 лет, не пробежим за 10 лет, то нас сомнут. За 10 лет, в 1934 или 1931, да? Вот в 1941 году и началось. И еще тогда, вот сам Сталин предрекал о том, что говорил, да, Германия нападет на нас. Не только Троцкий когда-то, потом уже, может, он и вычитал где-то тоже ранние работы, которые писалось именно в СССР. Это же он же не ушел от СССР вообще, а тоже читал материалы пленумов, съездов и так далее, которые прямо говорили, что Германия, вооружаясь такими темпами, она действительно будет, и ее направят потом весь капиталистический мир против социалистического государства. И мы вынуждены, как он говорил, пробежать вот это расстояние за 10 лет, то есть сделать вооружение более мощным, чтобы действительно дать опор, а потом и победить. Что и было. Не то, что, как говорится, предсказывало, а это осуществилось на факте. Вы сейчас закончили полностью. Ну, то есть, по вашему мнению, Троцкий не своим анализом, получается, предвидел эту войну, да, а вычитал где-то в советских источниках и вот себе прикасал. Это интересно. Я никогда так не говорил и не говорю. Во-первых, я собирал информацию, на основе которых сделал анализ, что война будет. И все, собирал информацию. Но информацию собирал и от Советского Союза, где писали об этом. На пленумах решения, на всех этих. Он собирал эту информацию, а потом анализировал и сделал выводы. Ну да. Но не только их, как говорится, как петушок прокричал то, что на пленуме приняли, что будет война. Нет, это он проанализировал. Но когда? Когда уже наши уже говорили об этом. А потом он написал. Ну, вполне возможно. Просто факт в том, что Троцкий никогда не призывал, никогда не поддерживал гитлеровскую Германию. Это просто исторический факт. И это видно во всех его работах, собственно. Ну, я говорю. Можно почитать работы самого Троцкого, к чему он там призывает и так далее. Сегодня, значит, призывал к одному. Да. Да. Значит, следующий момент касательно мировой революции. И я могу еще, да, задавать вопросы? Да, пока что. И, значит, идеи Ленина на этот счет и так далее. Дело в том, что Ленин, ну, он действительно тоже вслед за Марксом не отрицал необходимость мировой революции. А у Троцкого никогда не было идеи, что, и у Маркса, кстати, тоже, что революция должна произойти непременно одновременно в некоторых странах, ну, в нескольких странах. То есть, ну, это... Это существует. Прямо одновременно. Да, да. Одновременно в нескольких развитых странах. Это Маркса читать надо. Ага. Ну, в принципе, страны Европы. Ну, Европы, а развиты Европы. Да, давайте... Можно вопрос? Все-таки про перманентную революцию. Борис, когда рассказывал исторический аспект Троцкого, он как-то так сказал, что, вроде, как перманентная революция, где-то так было в 17-м году, высказано в Ростке. А с другой стороны, явно исторический факт, что все-таки это было после первой революции пятого года. Может быть, этот вопрос осветить и не будем больше это перестирать? Ну, действительно, теория перманентной революции, она появилась не в 1917 году. Это действительно так. В 1917 году она воплотилась на практике. Ну, перманентная революция на практике воплотилась в 17-м году, в октябре. А на Кубе? Ой, на Кубе. Точно, да? Ну, можно сказать, что тоже, потому что там была тоже опора на крестьян во много. Вот. Значит. Погоди, а получается, Ленин тогда был неправ, когда писал, что эта идея, с которой носится Троцкий, в 1905 году, Левацко и... Ну, давайте смотреть по делам, а не по словам, потому что Ленин, он действительно с Троцким на определенном этапе полемизировал. Но, как мы видим, у Ленина была та же самая идея, вот что и перманентная революция. Да, то есть она называлась там другими словами, но, тем не менее, идея о том, что придя к власти в отсталой стране, пролетариат осуществляет наряду с социалистическими, также буржуазно-демократические преобразования, она была у Ленина, и она на практике воплотилась. Потом, далее, вот насчет того, вы еще говорили, что до империалистического этапа при капитализме можно было социализм построить парламентским путем. Я правильно понял? Да, можно было. Ну, вообще, да. Ну, тут я с вами не согласен, конечно же, и, соответственно, Карл Маркс бы тоже с вами не согласился, который тоже писал свои работы, ну, например, Манифест коммунистической партии, там, и так далее, собственно, в доимпериалистический этап развития капитализма. Ну, это еще были сороковые годы девятнадцатого века. Могу я сказать? Да, да, да. Ну, во-первых, вот здесь первое, что там было сказано по поводу перманентной революции, то есть одновременно должно произойти социалистическая революция в нескольких странах. Если вы хорошо помните историю, в семнадцатом году, когда в России произошла социалистическая революция, то в восемнадцатом году в Австро-Венгрии произошла социалистическая революция, и в Германии Баварская республика тоже произошли социалистические революции. Но эти социалистические революции произошли без какого-то союзника, и они не могли напереться на какие-то, поэтому эти социалистические республики, они продержались недолго. Вот поэтому вот в этой позиции здесь тоже, как говорится, на мировую революцию, как Троцкий говорил, вообще разнести ее, как говорится, как говорил он, писал, что мы, как это там, из России мировую революцию сделаем. То есть будем кидать хворост, отдадим Россию в жертву мировой революции. Вот его это слова писаны были. И вот ему плевать было, что есть одна революция, ему надо было быть все. Вот перманентная революция, это как раз переход во многие перетащить, как бы сказать, эту революцию. Но практика показывает, что это делать нельзя. Вот австро-венгерская социалистическая революция, германская, баварская республика, нельзя, как обещал бы это делать Троцкий. Нужно, чтобы те, как говорится, была бы обстановка для социалистической революции, они соответствовали все условия. Их не было. И второй там, вот последний, что там было? Там этот первый, это... Ну, я говорил про поддержку троцким фашистам. Вот. А, и про то, что социализм нельзя было построить до империализма. То есть, ну, как? А, вот, я понял, я вспомнил. Дело в том, что здесь как раз вот стоялось, то когда революция до империализма, когда еще стоял капитализм, то действительно парламент, это был высший орган государства тогда. И если высший орган государства принимал соответствующие законы, принимал, то это уже все. В общем, парламент являлся, как бы, законодательной базой принятия решений для государства в целом. Когда стал империализм и президент правил, то любое решение парламента должно быть обязательно подписано президентом. И вот здесь уже парламент теряет свою функцию. Вот когда функция еще, да, была, можно было бы действительно рабочему классу туда ввести людей побольше бы. И тогда бы можно было принять законы в связи с тем, что это является высший государственный орган и принятие решений всех, без исключения вот этих решений парламента, исполняться должны. Тогда да, социализм можно было бы построить законами. Но тогда не было этой силы, которая могла бы, на что опираться мог бы парламент. Не было тогда. Поэтому этого на практике не осуществилось. Марксон потом и тогда в то время говорил, когда возмущается рабочий класс, то хочешь не хочешь, его нужно направить на слом именно этого государства. А кто его направит? Его нету. Почему после этого и говорили, нужно создавать партии, которые могли бы направить рабочее движение на слом капитализма. Вот в этом вот плане оно и есть. Что да, если парламент является высшим органом государства и при этом его все решения должны быть неукоснительно выполняться, то может быть построить социализм, если там, ну так утрирую, были бы все социалисты. Коммунисты, если были бы. А если парламент подтвергивается о том, что президент последний ставит подпись при империализме уже, то извини. Никакое решение, то есть парламент это болтовня уже. Вы болтайте, что хотите, а я там подпишу или не подпишу, это уже мое дело. Ну, эта позиция очень такая специфическая на самом деле, потому что, ну, вы, я правильно понимаю, что вы отрицаете классовый подход к анализу доимпериалистических обществ, скажем так. То есть, ну, парламент, он как бы был и будет, по выражению Ленина, да, орудием правящего класса. И правящий класс, он существует в государственном обществе вплоть до, ну, начиная с его возникновения вообще с древнейших времен. И, соответственно, через парламент построить социализм, ну, как бы, если мы исходим из марксистского классового анализа, то это, конечно, невозможно. Потому что, так или иначе, для этого нужны материальные предпосылки. Вот, значит, а не только вот в виде парламента. Значит, потом насчет президента. Ну, во-первых, не во всех империалистических странах есть президент даже сегодня. Вот, например, Британия, она, ну, это конституционная монархия, парламентская, парламентарная монархия. И это империалистическая страна, один из очень ярких представителей империалистов. Тем не менее, я очень сомневаюсь, что там, если большинством в парламенте будут лейбористы, можно построить социализм. Потому что, ну, например, даже вот недавно Джереми Корвин был премьер-министром Великобритании. Мы же не можем говорить, что там социализм от этого начал строиться. При том, что Корбин очень левых взглядов, на самом деле, придерживается. И левее даже, чем вот КПРФ во много. Значит, далее. Вы говорили вот эту вот цитату известную Троцкого о вязанке хворостов, костер мировой революции. Это фейк, то есть фальшивка, да? В сочинениях Троцкого подобная фраза отсутствует. Вот поэтому я вас прошу, настоятельно прошу ссылаться на конкретные какие-то работы или выступления Троцкого. Поэтому эта цитата, вероятнее всего, происходит из беседы Кожаного с Сорновым. Я, честно говоря, не знаю, кто это. Но эта беседа относится к 1989 году и опубликована в литературной газете. То есть она приводится без каких-либо ссылок. То есть там, как вообще говорили, столкнулись в Октябрьской революции два совершенно различных, даже противоположных решения. Революция для России или Россия для революции. В первом решении революция предстоит как освобождение от политических и экономических пут, складывающихся веками сил народа. А во втором же, напротив, накопленное веками отрицается и народ используется как своего рода вязанка хвороста, бросаемая в костер революции. Но это говорил не Троцкий. Это говорили о Троцком в 1989 году. Вот. Значит, далее. Далее. Насчет мировой революции. Ну, тут надо понимать, что судьба русской революции, Октябрьской революции, она всегда зависела от судьбы мировой революции. Потому что давайте вспомним об интервенции. Там было очень много, более десятка стран-интервентов. Тем не менее, интервенцию удалось предотвратить, ну как, не то, что ее удалось предотвратить, она как бы была, но ей во многом удалось препятствовать именно благодаря забастовкам, например, в Британии, в США и в других странах. Солдаты американские протестовали против нападения на Советскую Россию. Это известные тоже факты. Вот. И, соответственно, вот об этом Троцкий тоже пишет. И говорит, что Баварская республика и Венгерская республика были как-то навязаны извне, они объективно вызрели, это тоже неправильно. Там вполне были революционные ситуации, хоть эти революции были в итоге подавлены. Значит, так, по-моему, вот, по-моему, я все сказал, если что, еще могу дополнить. Я хотел бы сказать следующее, что вы, почему появился парламент, ведь раньше же парламентов не было, ведь, когда началось рабочее движение, и когда народ говорит, мы тоже имеем такие же права и быть, как, ну, жить по-человечески, то для того, чтобы вот эти рабочие настроения, революционные настроения в рабочей среде, нужно было создать как бы при государстве орган, который бы вроде на словах, на формально существовал и показывал им всем о том, что при помощи парламента можно решить те вопросы, которые вы настаиваете при помощи силы решить, чтобы успокоить революционные движения. Но еще раз я говорю, когда вот оно создавалось, и правительство вот капиталистическое, буржуазное, оно понимало, что сегодня разрозненное рабочее движение, ну, в то время, когда парламент создавали, если мы создадим парламент, вот себе просто ситуацию такую, от противного, вот они сказали, что да, мы сегодня создаем парламент, а в рабочем классе уже была группа, вот партия, которые могли бы в этот парламент завоевать и принимать соответствующее решение. Тогда это еще можно было. Это уже при империализме, хоть даже вот Англия там, которая является, на кой черт там королева-то нужна, в принципе-то. Ведь последнее слово всегда в больших вопросах, они обращаются к королеве. Как скажет, так и будет. И ее даже Борис этот самый, обманул даже вот, был на днях-то тоже. То есть получается, что там тоже правит именно вот здесь президент. Но президент, как вот сказали, да, это он правит кто? Капитал их ставит здесь. Вы последнее время, вот посмотрите, коммунисты даже, вот много говорят, это партия там, кто-то левее, кто-то, ТПР, имеется в виду. Возьмите Молдавию. В 2001-2009 году именно Молдавией правили коммунисты. Владимир Воронин, как первый секретарь Компартии Молдавии, был президентом страны. Но он ведь, как говорится, он только управлял капиталом этой страны. И все законы и действия принимал такие, которые были бы в интересах людей труда. Да, он много в этом направлении сделал. Но он палец о палец не делал, чтобы ликвидировать частную собственность. То есть уничтожить именно вот капиталистические отношения в обществе. Ничего не сделал. Ну и что? Капитал самоорганизовался. И что сегодня парламентская партия в Молдавии, она даже не в парламенте. Все за бортом осталось. Вот вам, как говорится, парламентский путь, вот вам и революционный, как там сказали кто-то, Куба, там Вьетнам, Китай и так далее. Так что тут с этих позиций парламент сегодня это бесполезно. А вот когда он открывался для того, чтобы людей обмануть, чтобы накал борьбы сбить, тогда можно, если бы вдруг откуда ни возьмись, Богом был бы дан вот этот класс или как-то группа, ну как сейчас называется партия, гегемон, рабочая класса, и он сразу захватил бы вот этот парламент. Все, тогда было, можно, когда строили, то на него много, как говорится, обязанностей написали. Но тогда не было этой партии. Поэтому капитал и пошел на это. Что давайте сегодня создадим, а потом мы укрепим их, черта матери, лишь бы накал революционной борьбы скинуть. То и сделали, так и получилось. Поэтому тогда да, а сейчас бесполезно. Давай сразу докладом. Да, хорошо. Складут так, докладут. Дверь нам много. Да, понимаю. Значит, наконец, переходим к самой важной, наверное, части сегодняшней дискуссии. Это вот, чем идеи Троцкого могут быть полезны нам, современным марксистам. Ну, или же актуальность, или актуальны ли идеи Троцкого. Ну, во-первых, я считаю, что да, они актуальны. И сейчас я расскажу, почему. Потому что дело в том, что в России сейчас, в последние годы, как мы знаем, идет наступление, в том числе, на общедемократические разные свободы. Ну, например, вот свобода интернета, известный вот этот пакет Яровой и так далее. Тем не менее, также сохраняется капиталистический способ производства, но вот эта вот эксплуатация, она только усиливается таким образом. То есть, исчезает даже номинальная политическая свобода, которая еще есть там в западноевропейских и североамериканских странах. Значит, и в связи с этим, вот сталинский коминтерн образца вот 27-го года, он бы нам предложил сейчас объединяться с либералами, с каким-нибудь Навальным, вообще, вплоть до слияния в одну организацию какую-то, и бороться вот сначала за буржуазно-демократические преобразования, а потом уже, может быть, за социалистические, когда они там построят нам капитализм полноценный. Ну, современные сталинисты, они там некоторые, типа Гоблина Пучкова, на которого любят некоторые ссылаться, они предлагают нам вставать на сторону охранительства, то есть на сторону ОМОНовцев, которые там избивают этих либеральных протестующих и так далее. Но мы, большевики-ленинсы, или как тут говорят некоторые троцкисты, мы стоим на той позиции, что мы ни в коем случае не должны отказываться от своей коммунистической повестки, но при этом на повестку дня также должны ставить решение общедемократических задач. И то есть воплощать, тем самым, на практике ту самую теорию перманентной революции, о которой я говорил, и которую мой оппонент, к сожалению, путает с мировой революцией. Вот, это не одно и то же, это разные вещи. Значит, далее, что... Ну, вообще, если говорить об идеях Троцкого, то нужно обязательно обознать, что вот идеи мировой революции, перманентной революции, они на самом деле были и до Троцкого, и, собственно, теоретическое новаторство Троцкого сводится к анализу классовой природы советского государства. И этот анализ нам интересен и нам очень полезен именно в том смысле, что мы собираемся все-таки строить будущее социалистическое общество. Да, это может смешно звучать в таком относительно все-таки небольшом кругу людей, но если нет, то тогда зачем вообще мы здесь собрались? И, таким образом, анализ классовой природы СССР для нас вопрос очень важный. То есть, кто-то говорит, что там был социализм, ну вот при Сталине, и, значит, следовательно, нам надо строить то, что было тогда. Троцкий считал иначе. Советское общество, он описывал, как деформированное рабочее государство. Рабочим государством Советский Союз являлся постольку, поскольку он был рожден Октябрьской революцией, и многие завоевания революции там существовали, и существовали не номинально, а фактически. То есть, это и 8-часовой рабочий день, и большие успехи в равноправии мужчин и женщин и так далее. Ну и многое другое. Но, тем не менее, это рабочее государство было деформировано, потому что рабочий класс и трудящиеся массы были отчуждены от управления политическим и производственным процессом. И в конечном счете, именно это послужило причиной распада Советского Союза, как и предрекал Троцкий. То есть, он, проанализировав классовую природу СССР, пришел к следующим выводам. То есть, несмотря на то, что базис Советского общества, безусловно, является вполне социалистическим, тем не менее, трудящиеся массы не могут влиять на этот базис. И, соответственно, он предсказал три возможных варианта исхода событий. Значит, первый случай – это, собственно, новая социалистическая революция, при которой трудящиеся массы свергли бы бюрократию. И первым преобразованием, которое они бы сделали, это было бы возвращение советской демократии, то есть, системы рабочих советов не номинальной, а фактической. И, соответственно, в таком случае им бы пришлось избавиться от бюрократии, но можно было бы сохранить социалистический базис, им нужно было бы. Другой возможный исход событий – это буржуазная реставрация. Под руководством, как пишет Троцкий, некой буржуазной партии, ну или буржуазного какого-то политического объединения. В таком случае буржуазия поставила бы на повестку дня реставрацию капитализма и нашла бы очень много готовых слуг среди советских бюрократов. Как мы знаем, ну ей, конечно, надо было бы избавиться от социалистического базиса. И как мы знаем, в 90-х годах XX века произошло именно это. Когда произошел вот этот вот переворот, когда разрушали Советский Союз, очень многие люди из советской верхушки, в том числе и сам Ельцин, он же тоже был крупным бюрократом, они вошли в руководство российского государства. Значит, ну и наконец, третий исход событий, описанный Троцким, это также буржуазная реставрация, но под красными знаменами, скажем так, которая проводилась бы такой номинально-коммунистической партией. И это именно то, что произошло в нашем братском Китае. Значит, таким образом, что же предлагал Троцкий, помимо своей критики? Он предлагал следующую альтернативу. И, собственно говоря, это было одним из основных предложений левой оппозиции. Это демократизация политического процесса и производственного процесса. Насколько это актуально? Ну, на самом деле, на сегодняшний день намного проще организовать демократизацию производственного процесса, поскольку существуют уже сервисы компьютерные для заказа определенной вещи, чтобы, вот, собственно, ее изготовили на заказ. Вот. То есть, во времена Сталина такого не было, но, тем не менее, процесс производственный можно было бы запустить по куда более демократическим началам, без вот этого вот узкого разнообразия, скажем так. Вот. Которое было, ну и вот, как говорят, что у нас в 90-е годы люди продались там за джинсы, за швачку и так далее. Если людям это было нужно, то они могли бы демократически организовать производство нужных им товаров. И сейчас, как бы, это вполне реализуемо. Значит, таким образом, идеи Троцкого актуальны, они, в том числе, востребованы. И мы не должны, как бы, отгрещиваться от изучения Троцкого. Ну, я вас призываю всех читать именно вот первоисточники, именно его работы, а не какие-то там оценки, потому что взгляд на Троцкого, он очень часто бывает заангажирован. Ну, в том числе, мой взгляд, конечно, он тоже заангажирован. И я вас призываю убеждаться вот в правильности или неправильности его слов самим, то есть вот впоследствии знакомства с его, собственно, работами. Ну и таким образом, как мы видим, идеи Троцкого актуальны и нужны нам. И мы, конечно же, не должны допустить после новой революции, за которую мы боремся, прихода новой бюрократии. И я бы хотел закончить свое выступление таким лозунгом, который, значит, члены нашей партии кричат на митингах 1 мая, 7 ноября от, получается, белорусских городов до Владивостока. Это «Долой буржуев и бюрократию, даешь рабочую демократию». Спасибо. По сказанному здесь, по сказанному вопросу, совсем согласен. Ну, как бы здесь, как раз я не согласен тем, что действительно сегодня очень важен, важна, что ли, теория троцкизма для современного развития рабочего класса. Но, хочу сказать, что действительно сегодня есть та опасность, которая троцкизм, вот и слушая его как раз выступление, что она опять охватывает именно умы населения. Мало того, что опасно, если будет, если это рабочий класс начнет тоже вот этим заполнять их мозги. В общем, ну, сразу могу, да, к выступлению пойти переходить. Ну, совсем нет. Ну, вот с этих вот позиций я, как говорится, нет его сегодня актуальность. Как актуально нужно сегодня бороться против троцкизма в рабочем движении. Вот это я могу сказать. Для того, чтобы троцкизм развивался так, что он поможет рабочему классу в своей борьбе, я глубоко сомневаюсь, если даже вообще не отрицаю это направление деятельности. И почему я могу вот это... И вот могу я сказать, но это читать пока это нет. Вот я хочу сказать о том, что... Вот много говорят, что бюрократия, мол, задавила. Ну, вот тот же сказал, вот он говорил о том, что кто правит государством-то? Капитал. Причем тут бюрократия? Вот капитал кого подставит туда, вот тот и будет давить тут, а не бюрократия. Если ты плохой бюрократ, то его и выкинет капитал. Ты, говорит, не нужен нам, чтобы в интересах капитала бы не работал бюрократ этот. Как же произошло в России, в Советском Союзе? Если вы помните, первое, после революции, мы буквально все работали, как говорится, строили новую общественную формацию, социализм. Все, без исключения. Все радовались, все были дружны, все помогали друг другу, один за всех и все за одного. Но тогда еще вопрос стоял о том, что вот те руководители, которые, как может называть бюрократикой, но я вообще-то руководители партии или производства, которые члены партии, они говорили о том, что любой руководитель, он должен, ну как говорится, получать этот партмаксимум. То есть ему этот партмаксимум, зарплата, не должна быть больше, чем средняя зарплата среднеквалифицированного рабочего. Это все коммунисты, руководители должны получать такую зарплату. Это сделали в 18-м году, было принято по предложению Ленина. Но там стоял вопрос о том, что когда построили социализм, наших специалистов еще не было. Нужно было использовать буржуазных специалов в этом строительственном обществе. Но буржуазные спецы говорят, мы за вашу среднюю зарплату рабочего и не думаем даже работать. Мы хотим, как жили, так и будем жить. Будете платить нам побольше? Будем. Оставите нам большие хорошие дома, красивые? Будем. А так пошли вы к черту. Ну, тогда там приняли решение, что да, будет для буржуйных специалистов 4-5 раз зарплата больше таких же, как от представителей рабочих. До тех пор, пока мы, как говорится, не вырастим своих специалистов. К 1934 году у нас экономика поднялась. Появились, как действительно у нас уже и фонд государственный хороший. И теперь вопрос стоял о том, давайте, говорит, мы уберем теперь парк максимум. Теперь он никому не нужен. Ну, некоторые простые люди, рабочие, они думали парк максимум убрать, это значит, тем буржуям, которые, может быть, до 1934 года уже ушли, появились наши новые специалисты, и мы теперь все будет средняя зарплата у всех рабочих. А оказалось, нет. Они приняли как раз вот это решение, в общем, отказаться от парк максимума, это то, что теперь и наши специи, руководители партии, тоже будут получать 4-5 раз больше, чем рабочих средней зарплаты. Вот в этот период появилось, как говорится, они жили, жили в своих благородных таких условиях, больших домах построить, на них уже работали, уже не сам он хлеб покупал. А он мог за деньги, у него кого-то кто-то поможет. Появились сынки, которые ни хрена не делают, потому что, ну, батя-то накормит, все есть. Вот здесь уже второй... И Троцкий это говорил. Нет, и Троцкий это говорил. И появилось что? Эти ребятки уже стали что у нас? Они не являлись бюрократами, они являлись уже представителем мелкой буржуазии. Троцкий как раз как то, что являлся идеологией своей Троцкого. Идеология Троцкого это идеология мелкой буржуазии, мелких предпринимателей. И вот здесь у нас они появляются, эти троцкисты. Вот они появляются. И помните эти события 1936-1937 года, их называют почему-то еще... Большим террором. А? Большой террор. Ну, сталинским террором называют. А ведь это как раз троцкисты. Ведь там же сам Киров, который сказал о том еще в 1934 году, что надо... Говорит, нельзя отходить от этого партмаксимума. Он должен оставаться. То есть мы все партийные работники должны получать столько, сколько... Ну, средняя зарплата. Не получилось. Не получилось. Они... Как бы Киров очень сильно выступал по этому вопросу. Тогда его троцкисты и убрали. А убрали тогда Сталин и сказал о том, что... Ну, раз вы убрали, тогда извините. Мы за своих руководителей должны тоже, как говорится, отомстить. Ну, я так тревую так. И вот здесь большинство-то, которые были в НКВД первыми секретарями, все они находились уже, как говорится, были... Троцкие их стали. И отсюда началось вот это ваканание. А потом уже люди, которые богатыми стали, они уже зарплата в 4-5 раз больше, они уже чувствуют себя капиталистами. Им нужно мало того, что куда деньги девать-то. Нужно теперь и собственность иметь, нужно иметь, как говорится, капитал копить где-то. И вот здесь вот пришли к 91-му году. Так вот, и не то, что бюрократы, а именно то, что мы в своей среде, коммунисты, воспитали мелкобуржуазную идеологию. А это, хотим или не хотим, либо ведет, как говорится, к пролетарию, либо к буржуазии. Но так как это руководители были в партии государством, то, конечно, путь, дорогу будет пристить к буржуазии. Что к чему мы сегодня и пришли. Поэтому сегодня вот мы видим у нас, у нас много мелкобуржуазии кругом в нашей России. Кому говоришь, что ты, ну ты же собственник, ну жить-то надо, жить-то надо, но руководить рабочим движением не может представитель мелкобуржуазии. А мелкобуржуазия, это и есть идеология троцтизма. Поэтому вот сегодня как раз борьба стоит бороться против троцтизской идеологии в управлении нашим государством, а также в управлении представителями партии. У нас много представителей партии, посмотришь, вот, ну вот возьмем Зюганова. А? Все, да? Давайте дадим сказать Борису. А, ну понятно. Ну давай так. Сейчас говорит Борис, а потом уже пойдут вопросы. Ну, где-нибудь еще рекоментировать, да, сказано. А потом вопрос. Ну, во-первых, насчет того, что всегда, значит, у власти находится определенный класс. Это правда. И поэтому Троцкий называет СССР деформированным рабочим государством. Но еще Маркс в своей работе 18-е Брюмерла и Бонапарта приводит такой термин, как бонапартизм. Это та ситуация, при которой оба класса фактически и политически отчуждены от власти. Тем не менее, ну и существует вот эта вот бюрократия, чиновнический аппарат, который руководит в относительной независимости от обоих антагонистических классов, но при этом в интересах одного из классов. И вот при Сталине существовала бонапартизмская диктатура в интересах, собственно, рабочего класса. Да, это действительно так. И вы сказали, что в любом случае бюрократов ставят определенный класс. Да, в том числе и бонапартизмскую бюрократию. То есть, как мы знаем, Октябрьская революция, это была революция рабочего класса. И, соответственно, вырождение партии, оно началось оттуда. То есть, и то, что вы сейчас говорили об отмене партмаксима, например, и так далее, это, ну, если абстрагироваться от ярлыков, да, там, от фамилии Троцкого, если вот ее убрать из вашего выступления, то получится, что вы говорили вполне троцкийские мысли, мысли, которые выражал, собственно, сам Троцкий. Но не будем смотреть, что он говорит, посмотрим, что он делал. Собственно, как мы знаем, Троцкий выступал вот в составе левой оппозиции именно за демократизацию вот этого производственного и политического процесса. А партмаксимум отменил уже Сталин. Это было при Сталине. То есть, ну, вот как-то так это работает. Значит, далее, далее. Блин, ну, вы довольно много так тезисов, что называется, бросили. Ну, я думаю, я скажу. Да, хорошо, давайте. Ну, Сталин, как говорят, это отменил Сталин. В то время, когда отменили, Сталин не был, он не руководителем. Тогда действительно было бюро, в основном. И решение бюро было первым. Когда Сталин стал единоличным властителем, если так можно сказать. Это в 40-е годы, когда уже все предвидели, что будет именно, вот, Германия нападет на Советский Союз. И тогда все, как говорится, некие руководства государством отдали Сталину. Тогда он был, да. А в 34-м году, как отменяли, там нет. Там было, как говорится, политбюро, или там парламент, или съезд. На съезды поднимают вопрос, и там большинство как проголосуют, так и будут. Кстати, вот об этом, что когда говорили создавать тройки, вот эти, которые в Экспрессе делали, Ведь не Сталин, ведь это тоже при Сталине, ведь, но Сталин не был руководителем. Сталин был, как говорится, первым генеральным секретарем, только. А государством руководил другое лицо. И я хочу сказать, что когда голосовали, то Сталин был против этих созданий троек. А вот троцкисты, которые были представители на местах, вот эти, как у нас сейчас эти губернаторы, они большинством проголосовали за создание троек, чтобы бороться против врагов народа. И вот когда они проголосовали, большинство-то, да, Сталин был в меньшинстве, а закон партии какой? Если ты, закон приняли, но ты оказался в меньшинстве, будь любезной, исполняй то, что приняло большинство. И поэтому на Сталина вот так вот нельзя. Мало того, если когда Сталин хотел принятие вот этой конституции, он два вопроса там поставил. Первое, вот убрать, оставить политической партии только вопросы агитации, пропаганды, идеологии, а государство, вот управление государством оставить именно представителям экономического развития страны. То есть два, должно быть лица. Но когда вот эти тройки создали, то все, Сталин понял, что в этом случае они будут убивать всех конкурентов, ну, эти губернаторы, всех конкурентов, которые будут ставить, выдвигать себя напротив именно этого представителя области, района и так далее. Нельзя было это делать. и Сталин сказал, что теперь вот вот этот процесс выборный, который обязательно должен быть как минимум два человека в списке на выборах, не будет действовать, потому что приняли тройки. И не он это хотел, троек, а большинство именно троцкистов, которые стояли. А дальше пошел процесс, все мы знаем. Убивали коммунистов коммунистов. Да, то, что убивали коммунистов коммунистов, это правда. Но одни троцкисты, а другие большевики, так сказать. Смотрите, вот 34-й год, про который вы говорили, это год уже, когда высадили Троцкова из страны. Вот у меня к вам вопрос, если политический процесс в стране находился под контролем троцкистов, которых Троцкий там поставил, хотя я тоже не очень понимаю, как он мог их поставить, у него не было таких полномочий. Как они допустили высадку своего вот такого лидера? Как так получилось? Так, хорошо. Во-первых, поставили, вот возьмем Тухачевского. Его поставил когда? Во время гражданской войны. Вот. Троцкий его поставил, правда? Но он же помнит, кто его поставил? И он-то как раз, когда ездил и в Германию ездил, и в эти всякие страны там, все там видели, где он и с кем встречается там. Ну, он-то был поставлен кем? Троцким? Да, он не мог влиять в Игнах Троцкого или кто-то, но вся эти, вот эта верхушка главная, которые были и военных, и НКВД, все, они были в свое время поставлены Троцким. И они помнят, помнили о том, кто их ставил. И они знали, что они в долгу у него. И поэтому, естественно, прогнать-то они его не могли. А вот то, что он просит делать, они сделают. Вот это что и было. А кто его прогнал? Почему вот эти вот ставленники? Еще его прогнали, если так пошло, что вначале ему сказали, вот 7 ноября 1927 году он решил сделать государственный переворот. Это процесс пошел. Его быстро убрали, отправили его в Алма-Ату. Он там продолжал писульки делать. Ведь ты сам говоришь, что он хорошо говорит, вы читаете Троцкого. А Троцкий, между прочим, я говорю, болтает как Троцкий. Да, он напишет хорошо. Прямо морские заполочат любому. А вы аналитически вот проделать нужно. Так вот, когда его отправили в Алма-Ату, потом он продолжал это делать. Потом сказали его высылки вообще из России. А его, конечно, из-за того, что вот он сделал, хотел сделать государственный переворот. Если ты знаешь, то Сталин бы за такие действия, конечно, он что делает? Расстреливал. А он-то выгнал его просто. Ну, великодушно получилось. Да, блин, читать историю, пожалуйста, доказать. Вы не только Троцкого читаете. Смотрите, можно я скажу все? Давай, давай. Насчет государственного переворота. А зачем Троцкому делать государственный переворот, если повсюду его ставленники, а Сталин ни на что не влияет и даже не может воспрепятствовать отмене парт-максимума? Как так получилось? Очень хорошо, правильный ответ. И еще раз я говорю, Троцкий как раз, он, именно, опирался на ставленников своих в органах управления. А Сталин опирался на рабочий класс. У кого силы больше? Тот и победил. Вот так и вышло. Ну, это как-то очень абстрактно. Не как абстрактно, если реально есть. Мы-то видим сейчас, что... Ну, реально мы видели, что те, кто входил в управление, они были как раз ставленниками Сталина. Там и Ежов, и Егода на самом деле. То есть, существуют всякие конспирологические теории, что это все троцкисты, там, что Ото Кусинин троцкисты и так далее. Но, как бы, это нужно еще чем-то подтверждать, как-то доказывать, аргументировать. Понимаете, вот вы, как ученый, знаете же разницу между тезисом и аргументом. То есть, тезис это утверждение, которое еще нужно доказать. Вот то, что идеология Троцкого мелкобуржуазная. Вы повторили этого несколько раз, но это просто тезис, это еще надо чем-то обосновать. То есть, где там Троцкий опирается на мелкую буржуазию, непонятно. А вот то, что вы говорили насчет того, что идеология в правящей верхушке возобладала мелкобуржуазной, из-за этого распался Советский Союз, в этом я с вами согласен, и Троцкий с вами тоже бы согласился. Ну, и часто ему небесно. А вот по поводу того, что как вот говоришь, вот читайте, мол, Троцкого, где эти факты, еще раз я говорю, что до 40-го года, когда Сталина отдали все нити руководства государством, и политические, и экономические, и военные, до этого Сталин не был руководителем как таковой. Там был коллективный орган. Решалось на бюро, решалось на пленуме, решалось на съезде. И там, соответственно, решения были. Где найти подтверждение, пожалуйста, берите резолюции пленумов, съездов, комитетов, заседаний, и посмотрите там решения. Кто там принимал, какие решения. И там подписывались соответствующие те, кто действительно был. Не Сталин принимал. А то, что он собирался делать в 27-м году? Так не 27-м. Так, пожалуйста, там это сказано, не об этом. Насчет переворота я, кстати, не сказал. Переворот в 27-м году, ну, он действительно был так назван Сталином и так далее. На деле это была просто троцкист-казиновьевская вот эта демонстрация. То есть там не было цели совершать переворот, на самом деле. Ну да. А кто такие Зиновьевы? Вот я тогда прочитаю, если вы говорите, где-то есть, я думал прочитать вот это, но не удастся, наверное, все. Нет, имеется в виду это самое. Уже не успеем. Да вот я о чем говорю. Ну давайте прочитаем. Вот я просто, да не, я думал все прочитать, но не удастся. Лучше уделим вопрос. Вот я здесь, нет, я понимаю, вот. Вам вот говорю. Вот, например, лидер ленинградских коммунистов Зиновьев в народе прозвали Красным Барином за его любовь к роскоши. Троцкого именовали первым советским банкиром за то, что он на паях со своим братом и шведским банкиром Огафом Ошбергом организовал в 2022 году первый советский коммерческий банк, который работал не только на советское государство, но и на многочисленную родню Троцкого. Именно троцкисты любили утопать в роскоши, умели поридеть за родного человека в кавычках и знали толк в денежных операциях. По их понятиям в СССР должен был строиться удобный для них коммерчески ориентированный социализм с возможностью иметь личный навар от советской экономики и четким различием элиты красной буржуи и простого народа люмпин и быдло. При этом троцкисты находясь в руководстве советским государством совсем не были сторонниками реставрации дореволюционного то есть царского строя, но были не прочь построить такой социализм, которым им было бы легко доить в кавычках и трудовое крестьянство и рабочий класс. Вот вам отношения, раз они уже являлись... А что это вы прочитали, вы можете сказать? Хороший вопрос я тоже хотел задать. Очень интересный вопрос. Что я прочитал? Это... Ну источник. А, ну это нет, это, ну, я не писал здесь источники, это вот, ну просто я говорю, доклад, доклад сделал вот это вот, я думаю, что... Это неизвестно... Ну вот это доить в кавычках это говорит о авторитетности там источника и о его приобщенности к академическому такому дискурсу. Так, ну... Теперь у нас вопросы. Сейчас вопрос, ну, короткая ремарка и вопрос. Можно ли быть интеллектуалом и не быть стратегом? Можно. Можно ли быть стратегом и не быть интеллектуалом? Можно. И с этим вопросом. Скажите мне, пожалуйста, почему в итоге на развороте истории побеждают стратегии такие как Ленин, Сталин, Путин, а интеллектуалы тупчут цепочины, как, например, Зюганов, как, например, Трунский. Я могу возразить, потому что Ленин, конечно же, тоже был интеллектуалом. Я сказал, Ленин был стратегом, неинтеллектуалом. Интересная точка зрения, я с вами не согласен. Есть что-то подавать по этому вопросу. Ну, по этому вопросу я тут, правда, еще добавить надо такое, что, а если есть третий путь, не интеллектуал, не стратег, это кто? Трусский. Украинский. У меня два вопроса для каждого выступающего. Посмотрите, вот в Логинской мейке Угачаевсь, Николас Магортон, президенты в Бали, в Урагвай, Аргентине. Не так, знаете, все назывались трехскистами. Еще, если факт, что там, Угачаевсь, раздавал книжки Троцкого, на телевидении мы говорим про него. Вот все что-то происходит, а тут есть реалитованный трехскизм? Ничего подобного. Во-первых, я не слышал, чтобы Угачаевсь называл себя троцкистом, но я знаю другую его фразу, реальную из интервью. Я не марксист, но я не против марксизма. Я не коммунист, но я не против коммунизма. Ну и то есть, естественно, это мешает ему называть себя троцкистом. Потом, далее, Эва Моралес, это вообще христианский социалист. То есть, я не знаю насчет президентов Аргентины, то есть, было ли там вообще левое правительство, честно говоря, не слышал. Но то, что там происходит, нельзя назвать троцкистской какой-то стратегией, потому что троцкисты, вообще одно из самоназваний троцкистов это революционные марксисты. Как мы видим, электоральный путь, он проигрышный для левых. Его можно использовать для агитации, для трибуны и так далее, но, как показывает практика упомянутых латиноамериканских стран, нет. Это не то, что нам нужно. Так, ну, я оставлю при своем мнении, потому что, я сегодня такое говорю, как разкину. Ну, что пока это так, собираться на детей. Так вот, в 90-м, получается, распадается Советский Союз, у нас падает весь восточный блок, коммунтики парзи во всем мире теряются популярность, многие отходят марксизм и левинизм, и с тех пор, и с тех пор, за 30 лет, ну, ни одного сильного движения, опирающего на марксизм и левинизм, не появилось, ни одного как политического лидера. Пока, как вы помечаете, что до сих пор ничего нет? Ну, господиня, это у меня, да? Ну, я хочу сказать, что по этому вопросу, вот следующий такой ответ. когда была девятнадцатая международная встреча рабочих и коммунистических партий, девятнадцатая, это в 2017 году, в этом самом, в Санкт-Петербурге, и потом через год, тоже в ноябре, двадцатый, юбилейный встреча международных и рабочих партий в Греции была. Вот там, анализируя доклады выступлений всех в мировом революционном, ну, это движение, что ли, не революционном, а так, в мировом коммунистическом рабочем движении, нет единства по отношению к тому, как завоевать и можно ли завоевать путь парламентским путем, или же все-таки действительно есть только единственные революционные. Сегодня все стоят как раз вот на распухе. Одни говорят парламентские, другие говорят революционные. А если нет единства в понятии, то может ли кто-то, как говорится, быть лидером в этом действии? Не может быть. Вот даже сам, когда Ленин становился, грубо говоря, лидером, он-то как сказал, мы пойдем другим путем, то есть революционным путем пойдем. Вот тогда мы появимся. А сейчас ведь нету, как говорится, лидерного пути. Поэтому нет лидера. Для меня вопрос Владимира Владимировича. На мой взгляд, Борис воспроизвел очень убедительную версию, материалистическую версию распада Советского Союза, в основании которого, что у пролетариата было очень мало рычагов давления на рычагов управления советской экономикой, вследствие чего необходима была бюрократия. Но в бюрократии было недостаточно политических прав, и она захотела получить экономические права, так и появилось появление бюрократного класса в Советском Союзе. Так и распада Советский Союз. Вот у меня вопрос, есть ли у вас версия распада Советского Союза? Ну, в общем, я хочу просто здесь тоже привести такой же пример, что у нас сегодня есть такие же рычаги давления на правительство. Нету со стороны рабочего класса, но почему-то не разваливается. Потому что у нас уже буржуазное общество. А в руководстве кто? Буржуи. Ну, допустим, вот ответы. А? Да, я же говорил, что в Советском Союзе впиталась мелкобуржуазная идеология. Они жили своей жизнью. Так у меня следующий вопрос. Если вот сталинское правительство победило оппозицию следствия, в 40-м году Сталин получил абсолютное управление страной. Да. Тогда почему вследствие его управления буржуазия все равно осталась в власти в Советском Союзе? Буржуазия начала набирать, как говорится, обороты после 5 марта 1953 года. Вот тогда буржуазия пустила свои корни, когда Хрущев стал все убирать того, что мешает мелкобуржуазии, а все остальное я согласен. Я с вами согласен, но почему так получил что средства и Сталин переводит эта буржуазия Хрущевская получила какие-то очевидные. А потому что, еще раз я говорю, потому что они уже, когда еще при Сталине принимали партмаксимум в 1934 году, отменили когда, да, вот тогда уже в 1934 и 1940 уже воспитывалась вот эта партийная аристократия, которая и была уже по своей идеологии мелкобуржуазная, которая стремилась к буржуазии. Но они-то во владе были. Но вы же должны согласиться, что нельзя ответственность со Сталина скидывать. Нет, не соглашусь. Почему должен Сталин? Еще раз я говорю. Потому что он получил вселепную власть. А? Потому что он получил вселепную власть. А я хочу сказать, что через 30 лет Сталин вернулся, потому что Сталин был плохой. Почему? Он еще раз я говорю, тогда был просто Сталин. Решение все принимали коллегиально тогда. Я под Сталином подразумеваю сталинское правительство, естественно. А, ну нет. Да не правительство, еще раз я говорю, там не то, что правительство. Там как примет большинство полетбюро. Там не был только генеральный секретарь, имел, как говорится, приоритет. Как сказал Сталин, так и будет. А после 40-го года как? Вот после 40-го года все действия были направлены на экономику, на военную промышленность, на политику уже как бы ну вроде подбор кадров было. Тогда вообще другой стояли задачи. И его поставили поэтому, глядя на гражданскую войну. Так, ну я хочу прокомментировать реально два слова. Короче, дело в том, что буржуазию делает буржуазией не мелкобуржуазное сознание, да, а отношение к собственности на средства производства. И в Советском Союзе бюрократия это не буржуазия, нельзя их отождествлять. Это очень важный момент. В Советском Союзе не было государственного капитализма, как говорят некоторые там сторонники этой теории, да. Советский Союз это именно вот деформированное рабочее государство. В этом смысле. вопрос обоим сторонам. С одной стороны Борис у нас озвучил, что заслуга победе в гражданской войне, за военные успехи, за строительство КАР, за то, что рабочие в других странах выступали против интербенции. Это все заслуга Протского. С другой стороны у нас была озвучена фигура Тухачевского как протеже Протского, которого назначили даже после польской компании, которого оставили возглавлять армию. Можно осветить этот вопрос с двух сторон можно сначала. Во-первых, забастовки в других странах это, конечно, не заслуга Троцкого, это просто подтверждение того, что мировая революция и ее судьба изначально влияла на судьбу Октябрьской революции. Я это именно в таком контексте говорил, а, конечно, не приписывал Троцкому там забастовки английских рабочих и так далее. По поводу Тухачевского, что тут можно сказать? Это один из талантливых руководителей Красной Армии, который навряд ли его можно назвать активным вредителем или активным проповедником троцкистских взглядов в Сталинском Союзе. И репрессирован он был исключительно в ходе борьбы за власть. То есть, Сталин опасался того, что Тухачевский может его сместить, потому что он обладал авторитетом в армии. И благодаря вот этим вот репрессиям, ну, в кавычках благодаря, в первые годы Великой Отечественной Войны немцы очень быстро продвигались собственно на восток. Потому что советское военное руководство было не вполне подготовленным к этой войне. У нее был в лучшем случае только опыт Советско-финской войны. А военспецов, которые в Гражданскую войну еще воевали, их устраняли, как правило. Ну и командиров собственно также. Ну, я хотел бы здесь сказать, что Троцкий был слишком гениальный, поэтому в 1920 году польскую военную кампанию он-то проиграл просто зачастую. Вот. И потом, естественно, второй момент самим Троцким, когда как вот Сталинград раньше был там как ее Екатина... Царицын. А? Царицын. Царицын, да. Ведь там же вот было как вначале там Троцкий говорил о том, что как нужно его спасти. Пришел Сталин и сказал, что так как Троцкий говорит, сделав здесь не спасешь. И он потом Ленину уже писал, как надо. Они сказали, хорошо, давайте так делай, как ты считаешь. Встал, встал. Именно почему и царицын назвали потом и Сталинградом. Потому что именно действительно Сталин показал, как надо управлять экономикой. И в условиях, там же хлеб надо было, и в условиях военного окружения, которые вот-вот могут захватить этот царицин. И тогда погибнет и Москва и все и так далее. То есть вот вам как бойцы Троцкий, вот вам и нет, этот самый, Тухачевский. То, что их поставили туда, Троцкий ставил это всем известно. Он, потому что был главный, он эти рапорты писал. В некоторых рапортов Сталин даже говорит, отказывался. Вот прошу этот приказ или как-то там назначение отменить. И потому-то, потому к Ленину приходило. Все видели, что военные, когда идет война, там обязательно должен быть один руководитель. Почему и в 41-м, с 40-го года, начиная перед Великой Отечественной войной, тоже так же поставили единоличным руководителем именно Сталина. До этого Сталин не руководил он государством. Это было, еще раз говорю вам, коллегиальное вообще решение все принималось. Как примут большинство, так и делают. Ну и третье, вот самое такое, здесь вот предлагал Борис, там или как это самое, читайте, выговорит Троцкого в оригинале. Вот. Он просто говорит, сказал так. Да, Троцкий пишет хорошо, его если почитать, то в самом деле великолепно. Так, как и все пишут. Вот сегодня вы знаете, как вот Путин, помните, сказал, что это у коммунистов, там так и написано, что мол, в интернационале разрушим мир до основания, а затем мы новый мир построим. Ну, все эти слышали, все, ух так, он же прав, у коммунистов так. А только единственное слово выкинули, разрушим мир, насилие до основания. На хрена, насилие-то нужно государству. И вот здесь вот и получается, что вот Троцкий, он так вот хорошо фразы, умел он писать, сам Ленин признавался, что с ним я не могу спорить. Он всегда выспаривал. Давайте закончим эту тему и будем уже заканчивать, если у кого есть объявление. Так, ну вот, касательно сегодняшнего мероприятия, ну, рассчитывали мы на 45 минут, в итоге это было около двух часов, ну, что-то, я думаю, а, полтора, ну, я с 12 просто смотрю, да, мы обоздавших еще ждали. Значит, ну, что можно сказать, часть из того, что было сказано товарищем Ямулаевым, я как бы, ну, предвидел, скажем так, вот, касательно недооценки роли крестьянства, вот, вязанки хворосты, я даже вот подготовил тут материал, но кое-что таким сюрпризом, конечно, стало, как то, что Хрущев в движении Стротского, ну, это, конечно, распространенный миф, уж слишком такой, ну, как бы, очевидно несостоятельный. Вот, значит, далее, ну, касательно того, что Сталин ни на что не мог повлиять, это мне напомнило то, чем сегодня занимается национально-освободительное движение, по-моему, так расшифровывается нота, они говорят, что вот у Путина, Путину надо дать, значит, полномочия какие-то специальные, сейчас он не может ни на что влиять, ему мешают чиновники, поэтому в стране так плохо. Ну, я думаю, на этом можно заканчивать. У вас есть объявления, что ли? Ну, объявления, что хочу сказать тут, ну, во-первых, тут предлагают действительно вот читать работы Троцкого, читать работы Ленина, вот, и так далее. За последнее время, годы, вот вообще-то, когда читая работы, знакомые с Марцем и Лениным, то вот заметил я следующую картину, что учение Маркса, это действительно как учебник, который мы открываем, мы видим теорию, что нужно сделать, как это, что революционный путь, хочешь ты не хочешь. То есть, учебник подготовил Маркс, Ленин же, вот я рассматриваю, это как человек, который подготовил, ну, задачник уже, то есть, вот есть теория, Маркс, а вот Ленин, это практика. Он изучал ситуации, которые сложились в результате развития капитализма, ну, вот, при Ленине, и он тут, в этих ситуациях, видел, старался найти, как же применить теорию Маркса к современным условиям. Вот сегодня как раз задача стоит, у нас должна быть тоже некоторая, ну, теперь уже коллегиально мы рассматриваемся, с высшим образованием, это раньше у нас, при Ленине там не были, с высшим образованием там люди. Сейчас у нас все могут читать, и это, вот мы должны с вами изучать, действительно, Маркса, чтобы стоять на позициях Маркса. А как применить, вот это на практике, мы должны ситуацию изучать. И если где-то возникают вопросы, как тут быть или не быть, мы должны к Ленину обратиться. Он это рассказывал, как же ситуация подобная, если было. Вот это мы должны с вами делать. Поэтому, еще раз я говорю, читать нужно, ну, не так уж, как говорится, всего Ленина, всего Троцкого, а вот Маркса, это обязательно просто. Если мы теорию выучим, то практику мы должны потом применить уже согласно нашей современной ситуации, к чему сегодня подошли. А это наша задача, чтобы мы могли бы видеть, какая же ситуация, для применения марксизма. Поэтому вот я так считаю, вот просто предлагаю вам, что все-таки действительно больше разрабатывать, изучайте теорию. А там все сказано. Там сказано даже простой пример, вот в социалистической революции, вот берешь Маркс, а там есть этот самый, вот в мунифест Компартии. Там просто показано, как последовательность, первое, нужно внесение социалистического сознания в массы, второй путь, это свержение капиталистического государства, и третье, сразу последует, завоевание власти пролетариатам. Вот эту последовательность, хотите или не хотите, вы должны просто, не надо перепрыгивать. Вот на этом все, что я хотел бы сказать. Все, мы закончили. Все, спасибо. Ну, вообще-то, спасибо тебе, уважать вам. Борис, ты вообще-то, я не думал, что такая форма будет, но приятная. Потому что действительно, это... Вам понравилось? Да. Хороший форма. Можно приятной. Очень здорово.